13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня будет выражать секретарь общественной палаты Кировской области третьего созыва Дмитрий Курдюмов. Дмитрий Александрович, добрый день. Благодарю, Светлана. Мы с вами впервые встречаемся и в рамках программы «Особое мнение», и вот в таком статусе, потому что мне доставляло удовольствие делать с вами интервью по вашей профессиональной деятельности как с главным врачом Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Сегодня об этом говорить не будем, кроме того, что, по-моему, я еще не совсем поняла, но сегодня открывается у вас отделение, о котором мы так много говорили. Да, отделение послеоперационное открывается сегодня, мы получили лицензию. Я вас поздравляю. Спасибо. Вот все, кто хочет узнать, о чем мы говорим, у нас на сайте хакеров.ру в программе «Будьте здоровы» есть сведения об этом отделении, но это действительно большая работа и очень важная для клиники, и для вас, я так понимаю, и для кировчан, потому что это здоровье. Да, пожалуйста, все туда. Сейчас мы будем говорить про общественную палату в Кировской области, про вчерашнее пленарное заседание, на котором вы были избраны секретарем. Оно было очень интересным. Я там была, записывала, смотрела, слушала, и уже вышли в новостях репортажи даже большие, и новости, и репортажи во всех СМИ, расцвеченные яркими высказываниями. Во-первых, как вы сегодня спали после выборов? Вы знаете, я недопоздна пытался анализировать, что происходило на этом заседании, все-таки детально раскладывал по мелочам. Ну, и, естественно, ты всегда с собой недоволен. Я думаю, что в этом и одно из, наверное, таких характерных чарств деятельности секретаря общественной палаты, что все-таки никогда не бывает все идеально. На любом заседании у тебя есть поддерживающая эту позицию, причем секретаря не выражает свою позицию, он даже организует работу. Так, и народное заседание — это коллега одного. Ну, естественно, и появляются люди, которые считают, что решение принято в разрез к интересам, но голосует большинство всегда. Я напоминаю, что было несколько кандидатов выдвинуто, кроме вас. Это был Элнур Гусейнов, известный нашим слушателям очень хорошо по работе в фонде Азербайджан и по многим общественным делам. Была Марина Копырина, тоже хорошо известная нашим слушателям в роли общественника, потому что она постоянный гость особого мнения, это очень хорошо. И Элнур Гусейнов взял самоотвод, невнезапный, как оказалось. В общем, люди, видимо, ожидали, потому что там были слова «молодец». Что бы это значило? Я сразу тоже, я не понял действия Элнура. Действительно, потом, когда закончилось пленарное заседание, я набрал, позвонил ему и спросил, ну, все-таки Элнур, я считаю, очень большой профессионал, он может эффективно работать в общественной палате. И еще раз задал ему вопрос, который я уже задавал, именно Элнур, все-таки, хочешь ли, можешь ли ты активно работать в общественной палате? Возглавлять комиссию, может быть, работать в должности секретаря? А заместитель секретаря общественной палаты, он сказал, да, я смогу. Поэтому мы договорились еще раз встретиться. Возглавлять комиссию или работать в должности заместителя секретаря общественной палаты? Да, поэтому мы договорились, что мы встретимся, обсудим изменившиеся обстоятельства, и я думаю, он будет очень полезен в общественной палате. А там такая ситуация сложилась с Вашими заместителями, любопытная. Вы предложили сразу пакет заместителей, состоящий из трех человек. Это были Светлана Тюшляева, председатель Совета женщин Кировской области, гендиректор холдинга «Здраво» Владимир Савиных и директор завода «Алмас-Антей» Эдуард Носков. Они, сразу скажем, в итоге стали Вашими замами, но вот это предложение Ваше натолкнулось на сопротивление со стороны некоторых членов общественной палаты. Вас это сопротивление удивило или его как-то ждали Вы? Нет, безусловно, не удивило. Тем более я сначала предлагал, если Вы помните, голосовать за каждого кандидата в отдельности, потому что голосование пакетом, все-таки, я тоже считаю, может быть, могло быть воспринято несколько недемократично. Но потом поступило предложение голосовать за всех пакетом. Мы голосовали за это предложение, если Вы помните. По-моему, это было после того, как Марина Капырина, которая, как мне кажется, это моя оценка, отреагировала достаточно остро на все, что там происходило, как Марина Капырина сказала, ну ладно, я согласна тоже голосоваться в этом списке в качестве зама, собственно говоря, нового секретаря. Потому что изначально она сказала, что мне не было предложено, вот сейчас только мне сказали в коридоре, я должна подумать. И там началась шумиха такая. Вот когда Марина сказала Капырина, что я готова, тут уже и пакет прошел. Ну, я думаю, что когда, во-первых, я хотел начать без того, что вчера вечером я поанализировал, написал, ну, скажем так, по себе пост в Фейсбуке о том, что я благодарю членов общественной палаты за доверие и поблагодарил кандидатов на должность секретаря за участие. Я считаю всех достойными кандидатами, большими профессионалами. С Мариной Николаевной мы проговаривали, и, может быть, я предполагаю, что я тоже для себя оставлял варианты, что если я не буду избран, это возможно, было совершенно, и я ни в чем не был уверен, были совершенно открыты выборы, и я для себя решил, что если мне предложат быть заместителем, я буду заместителем. Ровно то же самое... Но заранее вам не предлагали? Нет. Потому что вы это предлагали? Да, заранее мы это не проговаривали, да, но с Мариной Николаевной до выборов, да, до начала пленарного заседания я это озвучил. Сказала, нет, я не буду. Я, конечно, был огорчен. Я сказал, давайте мы к этому вернемся позже. Я понимал, что, скорее всего, при возбудении, может быть, огорчения, может быть, еще что-то, но еще раз я считаю ее человеком крайне полезным для работы в общественной палате, наверное, об этом могут больше прорассуждать члены общественной палаты второго СССР. И на самом деле я считаю, что это очень хорошо, что она в конечном итоге согласилась. То есть вы ожидали, вы ждали, что она примет это решение? Я ожидал, да. И хорошо, что это случилось прямо на пленарке? Хорошо, что это случилось. И более того, я как-то готовился представлять заместителя секретаря. У меня было, скажем так, я подготовился, я почитал биографию Марии Николаевны. Я подготовился ее представить к пленарному заседанию. Но вот, к сожалению, этого не потребуется. А знаете, что они бы вам сказали? Мы и так хорошо знаем. Я это и услышал, да. Я это услышал по тем кандидатам, которых я предложил. Причем с каждым из них, с из этих кандидатов, естественно, я разговаривал заранее и сказал, что основное мое условие – это активная работа в должности заместителя секретаря. Стоп. Вот это важно очень. Потому что на пленарном заседании прозвучали такие фразы, в частности, в адрес Эдуарда Носкова. Кто будет Эдуард Носков в качестве зама секретаря общественной палаты? Активно работающим общественником или свадебным генералом? Под определением «свадебный генерал» я понимаю человек, который номинально исполняет эту роль, а на самом деле ничего не делает. Но это такое, вы знаете, это предъяло, можно сказать. Что касается Владимира Савиных, еще раз я там была, я слышала примерно такие же речи. Ничего такого не слышала про Светлану Тюшляеву, кроме того, что в принципе вообще ничего не слышала о ней. Вот я сейчас нашим слушателям и вам говорю, что я там вчера слышала. Так вот, когда вы с господином Носковым, с господином Савиных и госпожей Тюшляевой общались и ставили им условие, что они будут активные члены палаты, на что конкретно вы рассчитывали и как вы себе представляете эту активную деятельность? Ну, прежде всего, заместители секретаря, это люди, которые не всегда возглавляют комиссию, начнем с этого. Все-таки активная деятельность в палате, она должна происходить из комиссии. И эта работа нам еще предстоит. Мы сейчас получаем предложение всех членов общественной палаты по перечне комиссий, как они себе представляют, по направлению деятельности этих комиссий и по их пожеланию куда-то войти. Члены общественной палаты уже тут записываются. И все-таки я хочу и хотел вчера акцентировать внимание на общественной палате на то, что все-таки работа должна происходить в комиссиях. А дальше комиссия избирает руководителя комиссии, который автоматически входит в совет общественной палаты. И, скажем так, непростое определение всего перечня комиссии нам предстоит на следующем неочередном парламенте заседании. Надо сказать, что совет общественной палаты уже сейчас готовится к своему первому заседанию, которое состоится в эту пятницу. Уже сегодня прям готовится. Вы сказали, что не будем мотивировать. Мы вчера уже разослали материалы. Сегодня уже поступают предложения. В пятницу мы уже соберемся и обобщим весь присланный нам материал, который представим на второе внеочередное пленарное заседание. А оно состоится, вы сказали, не позже, чем через три недели. Я думаю, что оно состоится раньше. Я думаю, что оно состоится раньше. Я могу предположить, но это решено окончательно уже в пятницу. Могу предположить, что это будет в первой декаде ноября. Почему такая спешка? Вы знаете, у нас нет времени раскачиваться, кроме того, что есть те, наверняка, вопросы, которые не успела еще до конца довести общественная палата второго созыва. Мы должны помнить о том, что сформированная комиссия формирует план работы, который утверждает за тем, совет общественной палаты утверждает на первом пленарном заседании. Так вот, нам план работы общественной палаты на 16-й год нужно утвердить, что пленарное заседание не позднее, чем 1-го февраля. А с учетом выходных и праздничных дней, я думаю, что нам правда никогда раскачивается. И могу сказать, что общественная палата третьего созыва уже активно включилась в работу. Вот мы сейчас пытаемся, активные члены уже вышли с предложением выехать с представителями Министерства спорта в Оричи посмотреть, как организована работа на ФОКе. Это было прямо вчера во время пленарного заседания. Там, кстати, споры были по этому поводу. Один участник сказал, мы поедем, мы такие молодцы, а другой сказал, не надо ехать, мы с правительством уже договорились, что мы будем делать. Булдаков как раз Александр Владимирович, он разговаривал на 5-м гражданском форуме уже с Светланой Медведевой, министром здравоохранения. Булдаков это тот, который предложил, сказал, что поедем в Оричи проверять ФОК. Он предложил Крутиков. А Булдаков сказал, что мы уже с Министерством спорта договорились и с представителем у нас запланирован выезд. Так вот, насколько мне известно, выезд запланирован на сегодня еще. Этот вопрос проработали, выезд запланирован на завтра. И на месте представители общественной палаты посмотрят, действительно ли работает или почему не работает вот этот физкультурно-здравоохранительный комплекс. А там какая ситуация в ФОКе, в Оричи? Насколько я знаю, были выделены деньги бюджета на ремонт, на капитальный ремонт этого ФОКа. Но по каким-то причинам есть проблемы с работоспособностью, скажем, с отоплением или еще с чем-то в этом ФОКе. Я думаю, что это надо выяснять на месте. Пока рано об этом говорить. И там целая большая школа, детская, спортивная, не может сейчас заниматься. Да, вопрос именно такой. Эта проблема была поднята на 5-м гражданском форуме ежегодно. Мы активно включились в эту работу. А вот это, кстати, очень интересно, потому что там же на вчерашнем пленарном заседании, если у меня память не изменяет, господин Захваткин, высказываясь, когда мы обсуждали, я должна сказать, потому что я тоже член участной палаты, когда мы обсуждали вопросы за и против кандидатур, которые выставились на секретаря, он сказал следующее в ваш адрес. Когда у вас, Дмитрий Александрович, появится дилемма, если вот тут сидит, он вообще указал на Никиту Юрьевича Белых, который там присутствовал, нашего губернатора, тут сидит Никита Юрьевич, так вот когда у вас появится дилемма, возникли выборы между интересами правительства и общества, тут он прямо выразил сомнение, вопрос, какой выбор вы сделаете, он сказал. То есть он явно транслировал в вашу сторону свои сомнения по поводу того, что ощущения у него есть, что вы такой проправительственный товарищ, естественно, что вы работали, там было сказано, что вы работали в департаменте тогда здравоохранения, и то есть там свой человек правительственный, а вы должны стоять на страже общества, что вы будете делать. Я отвечу таким образом. Я думаю, что и уверен, во-первых, что все действия правительства, они идут, не идут в разрез, они сочетаются и направлены на того, чтобы реализовывать интересы общества. Я не думаю, что в какой-то момент интересы правительства должны расходиться с интересами общества. Если мы видим, что в какой-то конкретной ситуации и общественная палата увидит, что в этой, по их мнению, вопрос требует другого подхода, то действительно у нас, общественная палата, органы коллегиальные, будет принято другое решение. Моя задача будет довести это до правительства, соответственно, и попытаться, не попытаться, а решать этот вопрос в том ключе, в котором видит общественность. То есть, прежде всего, будете стоять на страже интересов общественных? Безусловно. Но правительство не считаете врагами, считаете, что правительство делает все, что будет творить общественные законы? Я скажу словами, наверное, не своими, а словами из выдержки из 212-го федерального закона об общественном контроле. Пришлось почитать нормативную правую базу. Вот одно из принципов осуществления общественного контроля, а это, наверное, одно из основных направлений в ближайшее время, и принятие закона на уровне субъекта общественного контроля. Одно из принципов, это принцип презумпции невиновности и добросовестности органов воспитательной власти, органов местного самоуправления. И я все-таки думаю, и мой опыт, вот опять и той же работы в департаменте здравоохранения, показывает, что большинство людей, работающих в правительстве, абсолютно, это люди, которые растут интересы на обществе. Возникают ситуации, которые требуют острого вмешательства. И не всегда, я тоже это знаю, не всегда все проходит гладко и придется вмешиваться. Ну, я сделал свой выбор вчера. Я дал согласие, был избран, поэтому, мне кажется, здесь предельно ясно, я секретарь общественной палаты и обязан, и буду защищать интересы общества. Вот этот опыт вашей работы в правительстве, в департаменте здравоохранения, вы считаете плюс? То есть, вам виднее, как люди там мыслят, как они действуют, и видны ли вам те огрехи, которые возникают в их работе, или это минус, потому что появились знакомства, друзья и так далее среди членов правительства? Я достаточно давно ушел из, скажем так, правительства, из департамента здравоохранения. Это был 2012 год. Скоро уже... Кто там остался, вы знаете, в правительстве с тех времен? Кто и кто остался? Ну, понимаете, эта работа позволяет видеть то, как работают все структуры. Позволило видеть. Действительно, без какого-то понимания того, как работает правительство, нельзя выполнять основную задачу общественной палаты. Это организовать взаимодействие общественных объединений, некоммерческих организаций, творческих объединений и так далее с органами смыслной власти. То есть не противостояние, а исключительно договороспособность. взаимодействовать, проводить, опять же, служить проводником интересов общества, решать текущие вопросы. А я по-простому так спрошу. Вот у вас есть среди членов правительства, если не друзья, то люди, с которыми у вас очень хорошие взаимодействия? У меня есть люди, с которыми, скажем так, хорошие рабочие отношения. То есть не друзья, нет таких людей, которым вы, например, в ситуации выбора, о которых говорил господин Захваткин, вам будет сложно сказать, ты не прав. У меня, безусловно, есть люди, с которыми я поддерживаю хорошее рабочее отношение. Смогу ли я сказать, что вы не правы, ну, это сделает, опять же, коллегиальный орган общественной палаты, а я доведу до того или иного государственного служащего. Вы, мне кажется, все-таки, Дмитрий Александрович, мало, не так оцениваете, как оценивают члены общественной палаты фигуру секретаря. Потому что, в любом случае, в ближайшее время, и достаточно долго, вас будут сравнивать с Андреем Леонидовичем и в правительстве, и в палате люди, и того же самого будут ожидать от вас. И если вы будете себя транслировать, представлять только как ретранслятора, но это будет вызывать вопросы. Нет, наверное, я неправильно выразился. Не только транслировать, но еще и защищать, естественно. Собственное мнение, вот я считаю... По многим вопросам мнение, собственное мнение, действительно. Что касается Андрея Усенко, Андрея Усенко тоже, на мой взгляд, сделал очень много в палате. Мне достаточно, наверное, непросто, надо сказать, и я постараюсь на этом же уровне, как минимум, на этом же уровне поддерживать работоспособность палаты. Общественная палата, она обязана иметь собственное мнение, и все-таки это человек, а секретарь общественной палаты, это человек, который должен не только транслировать мнение общественной палаты, но это еще общее мнение отстаивать. Естественно, чтобы это вообще не отстаивать, нужно иметь какой-то, скажем так, если не авторитет, то признание в обществе. Но я оцениваю то голосование, которое вчера произошло, нет ли, скажем, признания. Да, 32 на 11, 32 голоса за вас, 11 за Марину Копырину. Я думаю, что все-таки это такое голосование, все-таки голосование, и в большей степени это, скажем, какой-то аванс доверия на будущее. Я это очень хорошо понимаю. А в личной беседе, я добью этот вопрос, в личной беседе с депутатом, с членом правительства, когда один на один, вы можете сказать, ты не прав? Твоя позиция, я считаю, не такая. Общество нужно что-то другое. Сможете. Очень хорошо. Упомянутый нами к столу Андрей Усенко. Я показываю на стол в нашей студии. Например, одно из его нововведений, которое было очень понятно для широких масс, это рейтинг членов общественной палаты, который он ввел для того, чтобы каждый житель области и города мог посмотреть, а как работает этот член, чтобы можно было какие-то статистические данные собрать. Вот это он сделал. Как вы это начинание оцениваете? Вы знаете, когда мы с Андреем обсуждали активность общественной палаты, я спросил, а вот как-то бы неплохо отслеживать какую-то активность и вести статистику открытую для всех. Он мне ответил, так мы же это делаем. Здесь ваши мысли наши мысли сошлись, да. И мне стало интересно, а как же реагируют члены общественной палаты на этот рейтинг, который публикован. По его мнению, что для них это слабая мотивация. Здесь, я думаю, больше мотивации это активная гражданская позиция каждого. И еще, если говорить простыми словами, очень важно сформировать действительно актуальные работоспособные комиссии, в которых было бы интересно работать и собрались бы люди, скажем, компетентные и активные. Мы сейчас к комиссии перейдем, а все равно еще пару слов про рейтинг. То есть вы считаете, что рейтинг, судя по опросам, которые вы провели, это слабая мотивация для членов общественной палаты. Им что не интересно, что все люди видят, что они не приходят на собрания, не выступают перед общественностью и СМИ. Совсем нет? Ну, скажем так, я заглянул этот рейтинг, он достаточно, если в него вникать, он достаточно простой для понимания. Нужно сделать какой-то этот рейтинг оформить достаточно проще в виде одного графика, может быть, или двух графиков. Но вы будете... Мы будем его вести. Это абсолютно точно. Может быть, это изменено. Да, я думаю, что мы его не ускоряем и работаем, упростим для понимания. Этот рейтинг оставим, может быть, несколько только характеристик, но я думаю, что он необходим. Да, и вот еще прежде чем комиссии, время у нас еще есть, мы не договорили про ваших замов, извините. Это я сейчас по предлогам как раз рейтингов возвращаюсь к ним. Потому что ни господин Савиных, ни господин Носков не являлись, судя по рейтингу, активными членами общественной палаты. И вот, возвращаясь к вопросу, как вы с ними переговорили, что они теперь будут делать. Условия «будьте активными членами» в общем ни о чем не говорят. На что вы рассчитываете? Какой от них ожидаете поддержки? И может быть, они уже сказали «я буду, хочу делать то, сё, пятое, десять». Мы договорились о том, что они, безусловно, будут курировать определенное направление, как заместитель секретаря. А есть уже заявления от Владимира Савиных и Эдуарда Носкова, например, вот меня, извините, эти две персоны интересуют, потому что двух других ваших замов я более-менее знаю, чем они занимаются. Чем они хотят заниматься, мужчины, ваши замы? Я пока, наверное, считаю, что преждевременно озвучивать это. Почему? Потому что еще не сформирована окончательная перечень комиссии. Если говорить в целом о направлениях, да, то... Как вы видите, они же замы ваши. Я думаю, что Эдуард Алексеевич мог бы курировать, если такая комиссия будет, работу комиссии по экономическим вопросам. По-моему, он этим занимался, нет? Да, он возглавлял комиссию. Важное направление, я считаю, это направление, опять же, не возглавлять комиссию, курировать, это не всегда возглавлять комиссию. Важное направление очень в наше время в связи с принятием 10-12 федерального закона это взаимодействие с органами государственной власти и общественный контроль. Тоже Носков? Нет. Кто-то другой. Возможно, Владимир Васильевич. Мы проговаривали, это, и здесь, как вы понимаете, я объясню, почему. Многие задают вопрос, скажите, казалось бы, вот была комиссия по экспертизе общественного контроля, зачем создавать или делить на две? Да, вчера было несколько. И зачем курировать это направление? Вы знаете, у нас принято закон об общественном контроле 212, но впереди стоит слово об основах. И многие моменты в этом федеральном законе они отданы науткам субъектам. В частности, я думаю, что иногда у нас возникает такая ситуация, когда нет какой-то консолидированной позиции по одному и тому же вопросу разных, ну, назовем так, субъектов общественного контроля. общественный совет возьмем тот же уреча по министерству спорта по фоку вынесет одно решение, комиссия общественной палаты другое решение и третий субъект общественного контроля может стать где-то между этими решениями. поэтому настройка вот этих взаимодействия с субъектами общественного контроля и настройка скажем такой коллективной совместной работы возможно даже и их формирование исходя из того, чтобы люди где-то там, скажем, ходили эти же советы это очень важное направление работы. И очень сложные. Мы попытаемся разобраться не в этот раз. А экспертиза законопроекта как вы понимаете это тоже очень непростая задача там есть вполне конкретные сжатые сроки. Надо сказать что по этой конкретной комиссии по социальной политике по общественному контролю и экспертизе которую вы предложили разделить вчера как раз возникла сразу дискуссия что зачем вообще делить. Я только что объяснил свою позицию. Я думаю что в связи с этим отложилось как раз решение по принятию списка комиссий которые есть. я сразу хотел это было мое мнение я сразу хотел убедить первое пленарное заседание не голосовать за комиссию сразу. Мы сейчас должны прерваться и после этого как раз про комиссии продолжим. Продолжается программа особое мнение и сегодня впервые в программе особое мнение Дмитрий Курдюмов в статусе секретаря общественной палаты Кировской области третьего созыва. Дмитрий Александрович мы тут договорились поговорили поговорили в перерыве и поняли что вопрос о комиссиях это вопрос не одной минуты а у нас все-таки ограниченное время а вот вопрос о замах все-таки требует добивки но во-первых без всяких уже реверансов задаю в лоб вопрос я тут через рейтинги заходила так и сяк вы будете способствовать тому чтобы ваши замы которые между прочим совсем не медийные личности ни носков ни не свиных в отличие от Тюшляевой и Копырины приходили бы сюда например в особое мнение Клавное Эхо ну и другие СМИ естественно вы можете быть в этом уверены отлично спасибо это очень важно для меня как для главного редактора Ха Москвы в Кирове и второй вопрос вот правда возвращаемся к тому какая вчера это был самый яркий момент второй яркий момент после выборов секретаря когда ну я просто призываю всех почитать в СМИ репортажи оттуда как высказывался ярко Тахир Мамедов который говорил я люблю Марину Николаевну Копырину не ходите в секретари Марина Николаевна и не голосуйте за нее ну и много чего там было там да сказано тем не менее все равно был шум и было ясно что какая-то оппозиция такая сформировалась против вас и прежде всего эта оппозиция очень резко отреагировала как раз на предложенных вам кандидатур и здесь я уже один раз там высказалась правда и второй раз уже не хотелось меня удивило почему люди не понимали например или не сказали или не возникала мысль а может возникала тогда почему такая реакция о том что ведь это как бы не вечные столпы какие-то это не 4 человека плюс вы пятый который решает все там общественной палате и что член общественной палаты как мне казалось ну вы наверное лучше чем я изучили я думаю что все документы касающие общественной палаты но сместить как секретаря так и его замов можно в любой момент потребовать отчета высказать что там ты не прав сместить их а по-моему вы еще говорили что можно и довыбрать кого-то да безусловно у нас регламент не установлено предельное количество заместителей всех ну почему-то многие мне уже высказали о том что может быть 4 это излишне хотя я может быть так и не считаю что касается заместителей секретаря я буду отслеживать активность не только медийную но и активность работы в общественной палате каждого и уж поверьте совершенно я считаю это не какое-то звание не должность ну опять же что меня на что я обратил внимание вчера что некоторые члены общественной палаты воспринимают ключевыми фигурами в принятии решений в общественной палате секретаря и заместителей это очень удобно кстати хотя я пытался объяснить что основная задача впереди и вопрос мы отложили по принятию по утвердению комиссии это было принципиально для меня чтобы вчера не заходить в это обсуждение потому что мы не готовы к этому еще нужно понять мнение каждого какие комиссии кто где готов проявить свою активность быть полезным а кто тогда ключевые фигуры принимающие решения в общественной ключевые фигуры это пленарное заседание безусловно это общественный совет и надо напомнить что в общественный совет входит автоматически в соответствии с регламентом мы вчера проголосовали за это все председатели комиссии а председатели комиссии избирают члены комиссии оформляя это протокол вот поэтому я очень надеюсь что сформируется и уверен в этом работоспособная комиссия именно для этого мы сейчас проводим ну скажем такой опрос членов общественной палаты третьего созыва чтобы они представили свои предложения по комиссии мы уже под это записались а дальше все предложения я думаю что пройдут через процедуру голосования на следующем неочередном пленарном заседании возвращаясь к заместителям я бы хотел поставить здесь ну скажем совершенно точку я жду от всех активной работы понятно давайте поставим точку вообще насчет на вопросе обсуждения вчерашнего пленарного заседания общественной палаты учитывая что вы обещали у меня еще есть вот такая реплика вы сказали о том что формируется оппозиция во первых я не почувствовали что она формируется я почувствовал на этапе еще подготовки к первому пленарному заседанию это было понятно причем я встречался с многими членами общественной палаты сам я звонил по телефону я спрашивал читали ли они мою программу хотят ли они встретиться со мной что-то обсудить ну что такая предвыборная агитация да я с людьми общался работал то есть за меня естественно наверняка кто-то из моих людей которые верили в меня ну скажем людей которые верили в меня тоже общались но я проводил активную работу и то что сформировалась оппозиция это то что у них есть свое мнение это наверное это не наверное это признак демократии и это хорошо поэтому с оппозицией нужно уметь работать и наверное нужно учитывать ее мнение и дать возможность проявить ей активность в тех вещах, которые они считают принципиальными. И я буду готовить с людьми к так называемой оппозиции естественной. Я буду их убеждать о том, что можно и нужно вместе работать и привлекать как активные деятельности. И все-таки общественная палата, здесь нужно заниматься не оппозиционной борьбой. А Вы хорошо знаете этих людей, которые встали вот сейчас на этом этапе в оппозиции? Некоторых я из них знаю немножко лучше, некоторых я знаю не так хорошо. В общем-то, ну, безусловно, со всеми переговорю, познакомлюсь, постараюсь выяснить. Ну, то есть на поле общественной деятельности Вы ведь никогда не сталкивались с ними, как мне кажется. Ну, с Маратом Шаровичем мы сталкивались не так тесно. А он что в оппозиции? Ну, у него есть свое мнение, я скажу так. Будем надеяться, что у каждого члена общественной палаты есть. Ну, Сунтина Павловна, Иванова и другими. Я не называю никого позицией, я называю, моя формировка, это члены палаты, имеющие другую позицию, другое мнение. Вот, и я точно могу сказать, даже те люди, которые голосовали за меня, они могут быть несогласны с тем перечнем, который будет утверждаться. Они будут несогласны, и у них будет особо свое мнение по каким-то другим вопросам. Это лишь те люди, которые проголосовали за меня. То же самое, что люди в так называемой оппозиции, они будут поддерживать, мои суждения, по ряду вопросов. И будут принимать, скажем так, сторону в какую-то конкретную ситуацию ту или иную. Это ведь хорошо, когда есть с кем поспорить, правда? Это хорошо, да. И три кандидата, которые были вчера, ну, это говорит о том, что это были совершенно открытые выборы. И ни у кого не было уверенности в том, а какой кандидат победит. Вот, кстати говоря, никак не можем точку поставить в правообщественную палату. Кстати говоря, удивительно, что больше никто и никого, ну, как бы очевидные достаточно кандидаты, никого больше не предложили. И никто не пошел самовыдвиженцем, вот прямо там, например. Или это правильно? Вы знаете, все-таки я рассчитывал и думал, что кто-то еще будет видеться. А у меня было тоже такое ощущение. Потому что это все-таки признак активности. Я даже был огорчен, когда никто не предложил. Это говорило о том, что вот в тот текущий момент была какая-то низкая активность членов общественной палаты. Может быть. Будете поднимать. С другой стороны, да, с другой стороны, может быть, все уже определились. И все-таки надо сказать о том, что секретарь общественной палаты, понимаете, что это определенная дополнительная нагрузка. Я еще не знаю, насколько, до конца. А, вы и сусенка поговорите. Ну, да, я поговорил, и я уже оцениваю то время, которое придется уделять этой работе. Это будет следующая программа. Мы поговорим. Это тоже, кстати, был один из вопросов, который я вам, кстати, задавала. Что насчет вашей основной работы в Центре травматологии и ортопедии, что насчет этого вопроса. Ну, давайте на следующую уже программу, потому что хочу просто ваше мнение. У нас две минуты остается для завершения. По новости с конца прошлой недели, сегодня тоже в новом развороте разбирали. Это снос флигеля Хохрякова. У дома музея Хохрякова снесли флигель. Вы знаете об этой ситуации, слушатели тоже знают, не буду предысторию. Обсуждалось сегодня следующее. Что должно возникнуть на этом месте? Коттедж, высотный дом, сквер или восстановить этот флигель, сделать новодел, но восстановить таким, каким он был? Хотя вам скажу, если я не в курсе, что земля-то уже частная, несмотря на то, что на охране ими зоне. Действительно произошло это событие, скажем так, в тот момент, когда, вы знаете, на гражданском форуме на секции общественный контроль, взгляд общества и власти, мы сидели все вместе, обсуждали с участием, скажем так, губернатора, и вдруг происходит такое событие. Действительно, я не верю в совпадение, возможно, и время выбрано не зря, и, наверное, это некий такой вызов. Что касается, я не анализировал, скажем так, юридическую основу всего того, что сделано, и не берусь судить, я лишь могу выразить свое мнение о том, что должно возникнуть на этом месте. Если произошел полный снос флигеля, усадьба Хохрякова, то вполне логично, наверное, сейчас, может быть, подумать о том, чтобы это был какой-то сквер. Сквер, возможно, на котором был какой-то там памятный знак, еще что-то и так далее, но который бы напоминал о том, что здесь это было. Восстановить в том виде, в котором это существовало, наверное, невозможно, это уже будет сделано в настоящее время. Но сделать это памятным местом, я считаю, абсолютно принципиально. Спасибо большое за ваше мнение. Очень рада, что мы теперь будем встречаться в эфире особого мнения, не только на волнах нашей радиостанции. Напоминаю, что вы слушали программу «Особое мнение», и свое особое мнение сегодня представлял Дмитрий Курдюмов, секретарь общественной палаты Кировской области. До свидания. До свидания.